Вьювер дискрэшен из адвайс Всем привет, блин, ну чувак, ёлки зелёные, ну я ж подаю... Я думал, она уже идёт. Да блядь, не идёт, только ну ебать я... Ну приветствую ещё раз, какая разница, Брежнева... Ну теперь люди будут видеть, что мы... А, всё. Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, это финал Кубка Раков. Кубка Раков. Играют Лайон Спрайт против команды Нул. Со мной сегодня весь мой в меру звёздный состав, Игорь Линк. Добрый вечер. Андрей Стрегуль. Здорово. Денис Фанвизин. Добрый вечер. И ещё наш финал, нашего скромного, так сказать, мероприятия решил посетить никто иной, как сам Илья, ебать его в сраку, Мэдисон. Ееее! Ты... Мэдисон не очень хорошо играет с доту, но постарается скомментировать... Всё значит очень хорошо, я вообще в неё не играю, ни разу не видел. Один раз играл, я помню, врёшь, врёшь. Ни разу не видел. За тракцион играл, я свидетель, я свидетель тому. А... А... Так что... Илья будет стараться... Видимо, я был в очень, очень серьёзном состоянии, раз я этого не помню. Ну, ты можешь просто смотреть и говорить, какие черти тебе больше нравиться. Ты вот собирался за Ягуара вроде болеть, или как там? Да, если кто не видел трансляцию, я буду болеть за команду London Pride. Ой, господи, Lions Pride, который, во-первых, похож на Марку Пью по названию, во-вторых, в Прайде дрался Фёдор Емельяненко, в-третьих, у них есть человек по имени Ягуар. Я, кстати, в очередной раз напоминаю, что это не настоящий Lions Pride, но если уж люди захотели играть под именем Lions Pride, мы не могли их переименовать, поэтому, мне кажется, начнутся тёрки с настоящим Lions Pride, которые будут требовать свою награду за то, что мы напишем там, что они победили, и нам придётся ещё на пять тысяч разориться. А как вторая команда называется? Нул. Нул забанил Свена, смотри. Какое интересное решение. Нет, забанил Свена. Свена забанил Lions Pride. Да насрать, короче, я просто хотел показаться умнее, чем есть на самом деле. Между прочим, я удивлён, что не забанили Shadow Finda, потому что... Финда, Финда, прошу прощения. Потому что в прошлой игре, если не ошибаюсь, как раз Lions Pride за Shadow Finda просто неебово жгли. Кто там за него играл, я не помню, а? Дим Косян. Капитан, по-моему, их не, нет? Может быть, они возьмут какой-то контур. Да, Дим Косян, Дим Косян, Дим Косян, Капитан определённой игрой. Фонтан забегал. Ну, блин, они могут, конечно, взять контур, но откуда... Они ещё не могли посмотреть этот полуфинал, я только сейчас его выложил. Они могли смотреть его в прямом эфире. Это, кстати, даже прибавляет некого такого, знаешь, соревновательности некой, когда соперники хуже знакомы друг с другом. Так что, может, это и к лучшему. В данном случае... Он пытается повернуть всё в шутку. Он постоянно это делает, но у него не выходит. То есть, он говорит какую-то глуп... Шутку, я просто называю его Бартрайдером. Как это обычно происходит? Я не пытаюсь шутить на эту тему. Как это обычно происходит? Мы сидим в конференции, и Игорь Лин говорит какую-то пиздецки глупую и неправильную вещь. Возникает гробовая тишина. Только вот сегодня я говорил о том, что ты вот прям хочешь комментировать доту. Гробовая тишина, проходят паузы, я говорю, Игорь, ну ты и хуйню сморозил. Нет, это не так. И Игорь начинает говорить что-то типа, ну я же с сарказмом говорил, или что-то такое, типа. Но нет, Игорь, тупость это не сарказм. Не путай, пожалуйста. Илья, можешь сказать что-нибудь интересное, потому что... Нет, погоди, я действительно тут, но я просто увлечен вот этим процессом, который сейчас на экране. Но я тоже ненавижу Игоря Линка полностью с тобой, согласен в том, что... Давайте еще про обзоры про мои «Скажите бесталантные». Украл все у Мэдисона. Нет слова «бесталантные», есть слово «бесталанные». Вот видишь, видишь, опять, это сарказм был? Еще и тупо. Это был сарказм, Игорь Линк, да? То, что ты сказал, «бесталантные». Ты, наверное, нарочно пародировал выговор написания какого-нибудь школьника, который смотрит сейчас финал Кубка Рака. Конечно. Бесталантный. Так все и было. Юр, озвучь баны для слепых. Вдруг нас смотрят люди, которые умеют только по Брайлу читать. Они, конечно же, в развитии забанены за Нул, Undying, Магнус, Рубик, Виномансер и Инвокер. За Лайон Спрайт забанили Свена, Дарк Сира, Батрайдера, Клинкса и Outworld Destroyer. Взяли, взяли. И Инвокера забанили. Вот если бы Ванамас, самый известный дотер России, насколько я понимаю, играл бы, то ему было бы тяжело, как мне кажется. Он говорил, что Инвокер тащит. Не затащил. Не затащил. А, то есть не я затащил, у него есть новый кумир. Видимо, Шадоу Демон или что-то. Нет, Войт, Войт, Войт тоже забанен, на самом деле. Он же последний раз сделал вроде гайд от батька по Войт. Урса у него уже есть, там, гайд по Урсе. Ну вот да, Ванамас оставалось бы только Урсу брать, наверное, в данной ситуации. Или, может быть, удалить Дота 2 и прекратить роковать на Ютубе. Смотри, 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 нарочно. Лайон Спрайт, очевидно, продумывала пик, чтобы не брать Шадоу Финда, потому что они ожидали то, что Нул посмотрит их прошлую игру, где они сталкивались по игре от Шадоу Финда, и они поменяли тактику. И, конечно, мой нелюбимый Гондар в пике, терпеть его не могу. Но зато есть Шадоу Демон, которого вроде как не брали, насколько я помню. Из-за него играет Ягуар. Да. И есть Тинни, которого тоже, по-моему, не особо любили на этом турнире. Так, курь... Ой, смотри, какой милый курьер, это же Ласка. Это Ласка от Нави, да? Или Харёк, хуй знает. А он ещё потом в птичку превращается. Ну, это не круто. И, кроме того, Ласки не превращаются в птички. Ласки, особенно предварительные, превращаются в половой акт, и то не всегда. Ну, я не думаю, что курьер в виде полового акта прошёл бы цензуру в Доте 2. Ну, мне, кстати, интересно стало, как изобразить курьером половой акт. Кроликов? Я не знаю, двух. Которые бегают и носят вещи для чертей из Доты. Когда я работал курьером, мне вообще никто не давал. Так что никакого полового акта и быть не может, если ты курьер. Ну, кроме наркокурьеров, наверное. Да, тогда наоборот. Бобили винтовых сосок. Вазма. Ну, ладно, ладно. По крайней мере, скорее всего, вам засунут наркотики в жопу. Да нет. Смотри, у них тоже Ласка. У них одинаковые курьеры. Или я-то работал только курьером? Или работал... Ну, я травку продавал, но... Ааа, 14 лет же надо как-то зарабатывать. Это сейчас дети вообще ничем не занимаются, только... Через границы просто провозят вроде как именно так. Не, ааа... У нас в табре пять лет исполняется и сразу... В черных районах... В черных районах Бронкса в 14 лет наркокурьеры уже из тюрьмы выходят. Так что... Черные районы Бронкса ничто по сравнению с Митиной 90-х. Чувак там. Ченгаса мама пришла. Финал Кубка Раков, дамы и господа, блядь. Там мама пришла, блядь. Сидим, ждем. Мамка есть, гонит. Подождите, пацаны. АФК пять минут. Сидим, ждем. Покушай. Мам, но у меня же Кубок Раков. Хаманский организовал. Я должен. Пусть на паузу поставят. Покушай иди. Остынет. Потом играй в свой Кубок Раков сколько угодно. Иди покушай, для кого мать готовила. Знаешь, там... Ну, маааам. Ой, смотри, по-моему. Ой, господи. А ты смеешься, а у чувака завтра сетевой фильтр на работу заберут. Там они мучают. Я один раз так спарил, плените. А у меня... Смотри, 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 что-что-что-то... Блин, я не понял, что наверху произошло сейчас, что делал скаут. Вард есть, антиинвистный. Погоди, сейчас еще. Смотри, смотри, оп. Смотри, смотри, что-то уже ли заберут. Нет, нет, нет. Третий там не устрадал. Нет. Лично я смотрю персонально за Ягуаром. Он похож на Дес Кло из Фоллаута. Ягуар, наверное, обосрется от такой радости, что Мэдисон всю игру наблюдал исключительно за ним. Он в лесу, прям как Блэк Сильвер Уфа в летсплеях по Дейс. Я просто представил, как это сломает его жизнь, короче. Он запишет это видео, будет показывать всем, люди начнут думать, что он сумасшедший. Его там выгонят из университета с работы, и он до конца жизни будет сидеть и пересматривать, как Мэдисон. Ему даже перестанут верить, станут говорить, чувак, да, в Стиме появилось там после этого турнира тысяча Ягуаров, типа, это даже не ты был, блядь, ты доебал. Ему не будут верить, и он будет плакать целыми днями, и смотреть, и вспоминать о былом величии в финале Кубка Раков. Да-да-да, а это финал, это не матч за третье место. Это финал. Это финал. Просто странно, что вы сначала проводите финала. Ну, это... Это Кубок Раков. Это Кубок Раков, и так распорядились команды, они, видите ли, как-то не могут, а как-то... Ну да, кому-то уже надо было идти спать, поэтому я понимаю, что ждать дальше, пока заканчивается матч за третье место. А начинаем мы... Матч за третье место, напомню, после, после вот этого финала, потому что мамка и папка уснут у чувака, и он потихонечку-потихонечку на ноутбуке с наушниками под одеялом сыграет матч за третье место. И в какой-то момент ноутбук нагреется до такой степени, что кровать загорится просто, и вся его семья... Ну, это уже после победы, они победят, он будет гореть, и у него будет возможность спасти свою семью, но он предпочтет победу принести команду. Уру, посмотри на Баунти Хантера. Я смотрю, да, но он уйдет, 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 я уверен. Хотя... Ах ты, блядь! Уйдет! Какая... Не-не-не, неужели... Он развернулся, зачем развернулся! Ферстблад! Ооо, Ферстблад, да. Зачем он это сделал? Какая ошибка, блин, ну... Причем нельзя сказать, что это именно вот заслуга атакующей стороны, скорее это была ошибка игрока. Он развернулся просто. В контроле. Ты... Именно контроль... Мне кажется, или ты открыл где-то, знаешь, типа справочник из самых популярных предложений комментаторов Доты 2 и просто их говорить? Нет, я открыл вообще комментаторов всего. Так, ты очень хорошо попал и... А, смотри, релок. Чувак, я... То есть он опять кушать пошел или что? Не-не-не, переконнектиться. Люди волнуются из-за финала, видимо, или нужно реально с мамкой поговорить, и он придумывает... Я подал в самые удивительные ситуации в своей карьере, например, выкурив 2 водных, я должен был судить КВН. Я вообще еще понять не мог, но тем не менее отсудил его. 10 из 10, господи, 10 из 10, да? Нет, у меня был везде один из 10. Нам, слушайте, нам надо что-то делать с этими релоками, на самом деле, и прочей хуйню, это же просто невозможно уже. А что, а что делать, Юр? Ну ты охренел, что ли? Финалы ты хочешь просто так взять и, типа, продолжить игру просто из-за того, что у чувака интернет влагал? При том, что тот до сих пор еще в стадии беты. А вдруг, хорошо, сколько ты задержку поставил? 4 минуты на этом? Две. Ну вот 2 минуты ждем, после этого надо начинать, потому что так уже могут нарочно делать, тормозить и, блядь, хуйней страдать. Это вообще не делал, как бы, пацан, блядь, а я не могу писать в общий чат. А, вот могу. Я помню, я помню, какой ад творился, когда еще не было выделенного интернета, когда были модемные лиги по, там, Старкрафту, по Хи-Хи и так далее. Там люди специально проигрывая рвали связь, и вот это было вообще невыносимо. Так что сейчас хотя бы, ну, попроще все это. Там какой-то, какой-то Чингис играет. Мангул, наверное. Чувак ебнулся какой-то, просто он уже 30 минут пишет про какого-то Чингиса, хотя с нами Чингиса даже не играет никак. Мы можем ругаться матом в этом эфире? Конечно, блядь. Пиздец, а я тут сижу. Только ради этого вообще проводим. Для какого-то серьезного, для какого-то серьезного турнира позвали на какой-то серьезный сайт. Кубок Раков, какой серьезный турнир, а чем-то? Кубок Раков, Илья, Раков. Я пока Закупы, наверное, посмотрю. Раки. Маленькие, но по три, большие, но по пять. Меня все время обвиняют в том, что я не смотрю Закупы. Мне это не интересно, нет экшена, нет какого-то этого. Ну, блядь, ну что такое, я не понимаю. Вернулся. Все, снимайте нахуй. Пользуйтесь случаем преди... Да, я, кстати, вот после Ягуара второй мой фаворит был Sex, Drugs and Violence, потому что это именно мое жизненное кредо. Но он играет за нут. Ну, и включая секс, конечно. Блядь, заебали. Так он вернулся, почему? Что? Че ждем? Отжимайте паузу, чувак. Отжимайте паузу, заебали. Они сейчас варды посмотрят, где стоят все. Ну, какую? Нет такого на турнирах, блядь. Это, блядь, просто... Есть вообще... На турнирах как раз есть, но на турнирах нету трансляции, которую можно будет посмотреть игрокам. Есть. Есть. На любом турнире есть трансляции. Сейчас Asus Cup идет вообще, чтобы ты знал, и он... И Asus Cup'овские игроки могут спокойно открыть трансляцию и посмотреть, где у вас... Да, чувак, этот ничего им не даст. Asus Cup'овские игроки не, блядь... Не раки, а у нас тут как бы турнир... Чувак, Asus Cup'ов, это LAN-турнир вообще. То есть вы считаете, что сейчас капитаны, например, команд сидят на мобильном телефоне, и кто-то им подсказывает, кто смотрит эту трансляцию, а... Нет, у нас трансляция идет с задержкой. Там как бы... Все, что он может подсказать, это то, что было 4 или сколько там минуты назад. Вот это он, типа, может сказать. Если пауза была поставлена, то... Ну, с другой стороны... Но, с другой стороны, если бы кто-нибудь позвонил Виктору Цою за 4 минуты... А, тогда еще мобильных не было. Да, я думаю, если бы кто-то позвонил Виктору Цою хотя бы за 4 месяца и сказал, что не стоит бухим кататься на москвиче... А нет, это был бы ужасный человек, я думаю. Тот человек, который предупредил бы об этом Виктора Цоя. Я бы ненавидел его еще больше, чем Виктора Цоя, я тебе серьезно говорю. А так, наоборот, кто-то должен был говорить. Видите, сегодня дороги ровные, автобусов нет. Езжай, погоняем с тобой, в шашки поиграем на кольцевой. Ничего особо не происходит. Самое интересное, походу, будет происходить наверху, потому что там скаут и антиинвизные варды. Да, вот снизу, где Ягуар, вообще полная тишь да благодать. Лупит крипов. Коробелка взяла ДДшку и что будет, что-то или нет. Может, по первой... Смотри, 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 как подходит к нему. И все, убьет. Нет, нет, не убьет. А первый фраг на миде был или нет? Не убьет немного. Первый фраг на топе был. Ага, на топе. Да, нет. Ну, Никс так просто как бы не убить, блять. У него это еще броня, хуйня. Там ДД, не ДД, все равно. О, смотри, как он вовремя врубил. А? 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 Профессионализм? Кто там у нас Никс? Ник Икарус? Кингард-13. Кстати, Life Never Waits, это же Капитан, по-моему. Он всегда играл за Войда? Мне казалось, что он за кого-то другого играл. Нет, не всегда он играл за Войда. Смотрите, что сейчас происходит. Паунтихантер почему-то нападает. Не-не-не, нормально, он сейчас красиво увернулся. Он из них... Да, но здесь его ловит. Дисраптор... А, Вард спал уже. Антилизмин Вард спал, они его не поймают. Оп, и поставил Вард. Этот уже не антиинвизный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Антиинвизный Варда называется Сентри Варды. Нам стоит говорить точнее, если мы хотим получить к себе хоть капельку уважения со стороны стримерского комьюнити. Смотри, капитан Лайон Спрайда использует нашу запатентованную тактику выкладывания айрон бренчей. Ай-яй-яй! Что же такое? Украли у нас эту отличную идею. Сейчас любой, кто захочет подбежать и сломать этот айрон бренч, попадет в западню. Смотришь за башню, да? Ягуар идет на топ. Его уже запретили в Брянской области или где-то. Вот это, я даже не знаю, что же они там теперь, виноградный день пьют, кстати. Очень жаль, что никто не... Нет, 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 не помню где, по-моему, то ли в Курской, то ли в это запретили вот именно Ягуар. То есть там как бы остались другие энергетики, если не ошибаюсь. Подожди ее раз, а что? Догадайся, блядь. Сейчас на Меду заберут на Меду. Вот, вот на Меду, да, 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 да. Сейчас Ягуар может... Нет, нет, нет. Честно, понятия не имею. Убила Ногуару. Смотри, профрайл убила Диму. Достало, достало. До скилли не успела отбежать. Я просто не в курсе, у нас нет 3-го. Еще и в город забрала, посмотри, Никса. Да. 3-0 счет. А вы ставили в прошлой игре на то, что типа, блядь, по-любому Лайн Спрайт надеет? Нет, нет, ну, по-моему, по всему турниру выглядел более предпочтительно, на мой взгляд. И сейчас... И во всех играх они сразу захватывали преимущество. Так что ничего нового мы не видим в этой игре. Ну, слушай, с другой стороны, как Блайн Спрайт тоже очень... Хотя я был удивлен, что хачи не попали в финал, будем откровенны. Не все, не все. Во всяком случае, один из игроков, вот не помню. Смотрите, интересно, сейчас мы в группу. Смотри, сейчас Жакира. Смотри, Жакира. Понимаешь, Илья, финал Кубка Раков это не бюджетное место в университете, и не каждый хач может туда попасть. Это было такое изображение Бадумц? Да. Хотя, в принципе... Отлично, между прочим. Даже на Меду сейчас ситуация выровнялась. Хотя нет. Да нет. Да нет, не выровнялась человек. Наоборот, да, да. Ну, я так и аж видел-то все пару игр, и сейчас, конечно, все совсем плохо. Смотрите, наверху Войда. Да, наверху, смотри. Пашни прямо будут забирать Bounty Hunter. Нет, не стеки поставить. Еще дизраторский до всего. Смотри, заберет, может ли. Ну, все заберут, наверное. Не, 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 Никс идет в Envis. Никс идет в Envis. Курьер тут почему-то летает. на ульте кд и несет назад клеймору смотри где баунти ну вот ему короче я так понял курьер и несет клеймору или Ксюх Ксюх может суши закажем ха-ха-ха смотри там Энет а то это надолго поход ты бы хоть микрофон выключил я не выключил ха-ха-ха чуваки ссори я думал это кнопка отключения ты бы еще адрес короче продиктовал в службе доставки сейчас на центре проносит башню а это кстати было бы очень смешно если бы Илья реально наш звук выключил типа вот то что мы говорим оставил микрофон и стал бы звонить и заказывать суши я просто не понимаю тут какая-то ну такая штука которая что-то переключает но что я переключил я не знаю штука которая заказывает суши одна из моих бывших женщин да ну ладно смотри смотри на боте врг а нет все просто стоят уверенно и наверху наверху сейчас мне кажется будут проносить башню да и там стоит один баунти хантер вряд ли он что-то сделает а ягуар по моему завис как я понял он вообще по моему с самого начала был где-то другой немного да и ах ты смотри 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 как баунти да и все все что не 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 смотри не спал а нет вард там да не уйдет может уйдет уйдет на белый гуар ягуар но не успел все все такой гуар скорее всего тоже хорошо хорошо забирает это нет смотри башня отвлеклась на крипов сейчас будет может идти нет 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 не спрайды восстанавливают пропа пришла смотри сверху но очень плохо очень плохо сделал шадоу демон то что заключил его в эту херню да как-то все таки надо было подождать чуть-чуть и по подряд ладно тем тем не выровнялись выровнялись зря мы зря мы стали рано нахваливать ну на самом деле потому что они не нет тут кстати обе команды играли очень хорошо я вот вообще не было разочарован кроме последнего полуфинала отчасти я был умрет сейчас 9 хп ушел с 9 хп а он возвращается вы просто кликайте куда мне посмотреть если что чтобы я там внизу может быть сейчас что-то интересное догнал 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 бх теперь короче теперь инициатива уже перешла к другой команде так что можем от подлизать ей немного теперь мне кажется что блять если в финале кубка раков победит команда с бх то меня вообще нахуй да ебут меня и так пишите вот хованский нубло ибо ах ты смотри как сзади оформили прямо оформили в два этих за ваншотом и так вот я как-то сказал что мне кажется нецелесообразным брать бх на турнирные игры и теперь меня регулярно хуесосят в комментах на тему того что я долбоеб и бх вообще я просто не знаю я давно не смотрел турниры в подоте но раньше пикать скаута считал блять ну гандара считалось уделом пабликов и так далее а теперь он вдруг стал резко командным игроком хуялись что изменилось юр ну так баланс меняется же ему там изменяют вообще свойства ты отказался от идеи создать паблик вконтакте который хотел назвать наркоман паблик но я обнаружил что такое уже есть чувак прикинь но это неудивительно это просто завершают варь команда смотри смотри топ 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 а нет все ушел тени не успел хотя если бы застанил тени то вполне бы могли кого-нибудь одного собрать но да глядя на этот турнир я решил что возможно тоже проведу турнир по какой-нибудь игре уже среди своих фанатов я думаю что это должно быть что-то более интересное чем дота так что скорее всего будет лига флэджинс вот смотри смотри азарова дизраптора уже не ратор дизраптора ничто не спасет можно еще только уйдет в эрку идет она ягвар тут врезается деспрофит деспрофит заберут наверное заберут деспрофит нет смотри джакира бот ах не спорта брали деспрофит мог бы в принципе джакира сделал все что мог почти получилось видел есть по чуточку вот а раньше кинул эту херню то не прошла бы тогда не прошел бы баунти хантер и все бы заебато было на самом деле у меня столько нубских вопросов как бы сейчас но я не хочу портить финал поэтому лучше помолчу как нибудь потом тебе их задам но вот смотрю игру и как бы они накапливаются то есть есть что спросить но я думаю что финал это не то место где люди которые хотят посмотреть трансляцию да да и естественно его смотрят только школьники если я начну спрашивать почему ягуар почему ягуар не качался на крипах например а почему крипы качались на ягуаре но я уже не думал третий левел до сих пор что ли смотри идут юра посмотри идут забирать идут забирать ну ну пошел забирать наверху да 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 смотрю а у него и никнейм ягуар меньше трех то есть больше третьего левела он не вырастет нет я боюсь меньше трех это он имеет ввиду что он выпивает до трех банок в день меньше меньше трех там не меньше или равно это не до трех банок меньше трех это либо ноль банок либо одну либо две либо например он выпивает смотри бабок или или с другой страны да и благотожили с другой страны возможно ягуар познавал намекает на то что этот напиток стоит разрешить детям до трех лет буквально с самого рождения место молока матери чтобы убивать дегенератов на корню нет чтобы знаешь там таких как ли я хотела блин смотри а нет не руб чуточку чуточку не достал до корабелки не знаем чем бы это закончилось и не понимаю почему не руба назвали здесь мукс ассасином уже был не рубом действительно хер его знает может какие-нибудь претензии с близзардовской стороны хуй его знает там тип не руб не руб это был блять копирайт там тип вы бы еще артасом назвали говноеда или что-нибудь такое ох уж этот близзард однако ж пока ничего не происходит что-то как-то все рассредоточились если заменить джакира вообще в лесу на счет 8 5 line спрайт начал смотреть а ты знаешь что виктор зуев небезызвестный играет да да и более того на геймер life был в футболке с инвокером но который не затащил по мнению ванамаса да видишь чувак говноеды они имеют очень много общего ванамас виктор зуев как правило их легко нет наоборот же юр подожди ванамас говорит я буквально неделю назад оправдывался перед виктором зуем что зуев хуй и сальников со сальников это не мое мнение но это и не мое мнение прекрати как это ты мог как ты мог ну ладно еще сальников но как-то зуев нихуев самый что ни на есть хуев я кстати я кстати предлагаю вам стиль из друзья вам друзья мои продолжайте рифмовать в комментах зуева как не пообиднее типу зуев не стоять не стоячий хуй спал зуев или что такое типа он как раз таки довольно веселый тип когда нажрется наркотик да все блять довольно веселые типы например может закрыться в туалете так что дамы и господа гоните его притирайте и плюйте в его сторону вот самый скучный человек который я видел который принял наркотики джозеф кер он просто вставал и садился на двух часов просто вставал и садился а ему кстати не помешало может может быть он думал что он худеет и приседал типы знаешь с каждым с каждым приседанием худеешь на 10 грамм там я бы блять целый день приседал наверное пацаны у меня ноги занемели это нормально я уж встану я бы кстати действительно наверное я подумал что если у меня была возможность с каждым приседанием худеть на 10 грамм я бы с запасом похудел то есть там реально приставка пить ушел бы что не-не-не-не реально бы похудел килограмм до 45 чтобы как бы иметь чисто фору до 60 килограмм чтобы опять запустить себя и не приседать побольше кушать просто прикинь ты худеешь до 45 в какой-то н тебе реально надо будет приседать но там не знаю будет такая в жизни ситуации ты начнешь приседать и просто умрешь от истощения какая-то какая-то странная ситуация в жизни когда по я если я даже не могу я даже придумать не могу так ну смотри мелочь ты рассыпешь а я могу себе представить например хованского который делает какие-то упражнения на самом деле сток у него бутерброд в одной из рук так что он был сделать видео как тесак типа похудение ну чувак как бы это бессмысленно это все равно как если ты если ты делал видео о том как не быть салоедом например подожди на тесак же сделал видео как не за смотри какой смотри какой крипстак лютый вообще юра подожди но тесак же сделал видео типа как попасть в тюрьму и не стать петухом в чем проблема если быть серьезным то тесака я у нас нормально отношусь как бы максу но я могу сказать что у него не такая блестящая физическая форма как он пытается преподнести во всяком случае но те позы которые он принимает на фотографиях где он хочет подчеркнуть рельеф на своего тела даже средней жиробасности жиробас приняв такие же может пускаем на миде забрали в р-ку я не пропускаю ясс я тоже не пропускаю за ну блин здесь вопрос к тому что для чего тебе как бы нужно твое тело я например не сторонник людей которые качаются я был вообще я я вообще предпочел чтобы ты знаешь там мы бы жили без тел то есть одни духовные начали смотри смотри бой забирают нукса не успел он взял взял он руну невидимости но не успел войти мега убийство очень хорошо купол поставил лайф на войс хотя счет все равно 10 6 ну то есть сейчас обратите внимание на лишь рака а есть лишь рак в игре и что 3 уровня игре он 3 уровня а где он находится и у потрясающе он не убил я вообще не могу до сих пор я вообще не могу найти лишь рака ни одного крипа такое чувство что ребятам просто не хватало ни хуя себе у тени 147 крипов и 4 да 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 тени вообще лидирует у него отличный закуп у него есть уже аганим у него есть москов мэдос у него есть мидас и он на три уровня на четыре уровня но мы все игры шутим уровня выше выше чем войд у лайн спрайда есть один человек из настоящего лайн спрайда который на первых местах и четыре каких-то его друга которые вообще никогда не играли в доту да и он пытается отчаянно вытянуть и он вытаскивает потому что он дошел до финала чувак нет подожди может это помнишь существует же разные тактики например а я помню на каком-то турнире видел где-то сейчас не короче и упал я вижу забирают забирают войдет подожди не отпрыгнул опрыгнул заберут все равно никогда на нем трек на нем трек подожди тут застанили все минус а он тп что успел успел тп красиво молодец молодец тени тем временем на низу проносит башню один раз кристалка чисто не качалась что вы можете сказать про уровень игрока димка сян вот я просто смотрю на его игру и мне кажется он очень хорошо играл он очень хорошо играл за шадоу финда в полуфинале вообще сейчас он очень хорошо играет за тени он вообще шикарен я просто смотрю на играть других игроков его команды не могу сказать что меня там впечатляет игра ягуара например но про это и говори на которой такое чувство что он профессионал а вот остальные четыре человека из его команды ну просто чтобы пять человек добрались или это капитана это капитана лайн спрайда было бы не обидно смотрите как он на центре башню проносит один без скрипов ну блин илья я-то капитан но ты посмотри какие у меня подопечные то есть то есть с каким ужасным с каким ужасным человеческим материалом приходится работать вот что я хочу сказать я больше про игорь линк сейчас ну ладно у тебя же оло оло новая команда смотри смотри заметно а кстати я уже есть новая команда раков ячил по команду знаменитого капитана да а эти два каких-то школьника ягуара опять убили мне начинает казаться что на самом деле это выровнялись выровнялись практически дима косян просто пять окон играет и у него не всегда есть время на то что ну пронесли очень сильно хотят 5000 рублей гораздо сильнее чем у нас правит по вороне и слида ну принесли второй башни на центре счет опять почти сравнялся 10 9 вытаскивает димка сян у войда battle fury я никогда особо не ценил это закуп за войда я всегда думал что сначала там москов мэднес потом мкб например но один раз да 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 один раз короче какой-то войд пол игры собирал battle fury из команды противника и мы над ним смеялись написали что ебали его мамку и он собрал и потом под куполом нас пятерых нагнул и сделал этот блять какой не квадкил а анигилейшн в хоне блять это юр неправильно пол игры собирать battle fury не стоит он все-таки был нубом но battle fury отличный артефакт для но ему повезло потому что мы оказались еще большими нубами обратил мы люди которые создали кубок раков юр создатели кубка раков мы как горе мы как горе на девятьсот девяносто девятая комната да ир посмотри на тени смотри как забирают на центре дес профит два человека из миза но тут врывается войд врывается дисраптор забирают забирают нукс ассасина смотри забрали нукс ассасина воида забрали нукс ассасин мертв зря 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 смотри какой чёрт и врывается тени убивает с профит все они даже не на хосте было что у него блять вообще-то вверх и зачем ты пробежала там сейчас варку тоже заберут барабасы были не варка уйдет с этим с блюром я думаю или ее застанет и она умрет нет умрет наверное баунти хант баунти хантер умирает тени пошел к варке тени забирает как чертил убирает забирает варку тени заберет ли он еще и джеки да 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 не покинет может быть да мы просто решил пожалеть они косян конечно спустился стопа и просто всем жопу порвал да нет не решил пожалеть по моему убил бы только так если достал огромная блять гора огромная блять гора камней с деревом и неведомой жалости о чем ты ебать гора камней дерется ты прикинь вот меня все время напрягало это в доте ты посмотри на виндранер хочешь просто тёлк с луком а против нее блять гора камней нахуй который еще и дерево из земли вырвало нахуй чё делать то в такой ситуации убегать ну вот она не убегала видишь пыталась стрелять как вообще можно стрелять в гору в гору камней что и твои стрелы сделают блять не смотря какие стены тени не взял инвиз наверное не заметил за стрелка не разрушают может кто-нибудь возьмет все-таки не иску его знает опять нул пытается реабилитировать ситуации по центру я высморкался что такого я простыл не могу да нет нет все нормально но если у тебя проблемы с тем что нюхаешь спиды то я тебе рекомендую дельфином промыть ноздри чем дельфином но у меня нет проблем с тем что я нюхаю спиды но мне интересно что такой дельфин там интересная такая инструкция веселая с картинками но это не так весело как может показаться почти 4000 человек нас смотрит почти и все пошли за дельфином все все три купол ставит войны рубляют не россина просто не ровно не рублю что то демона сейчас наверно умер нет 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 но тут динка сян в лесу с инвиза динка сян подходит сзади сейчас смотрите что будет все попу попу смотри сейчас прямо в цену уже нужно смотрим что нет не решился с динка сян ворвется сейчас мне кажется они по что подойдут инвиз истекал видишь он обошел да сейчас он кинет кого-нибудь тип скаута наверно для начала китают стену льда так начинает ну проносить башню опасная ситуация на самом деле круто но достаточно ровно нет решили решили вчетвером не выходить в пятерых но тут это действительно могло бы стать последним замесом если бы они умырлись один косян догоняет их в шибэхой шибэхой гоняет первый пошел бакера двумя ударами уносит джакира димка сян неудержим проходит дальше после после этого финала ванамас будет играть с димка сяну нет-нет-нет-нет за его персонажи затем от мотались ванамас ведь не сотащит зачем да ванамас блять и если был герой цель которого тащить ну типа батрайдера но реально тащить то ванамас бомбард райдер ванамас бы не затащил даже с помощью бурлаков на волге вот что я хочу сказать блять смотри что будет я так полагаю пуш по миду все группируются или они на рошана пойдут мне кажется на низ не 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 смотри дд сейчас возьмет дд и рошана вордов нет поэтому их никто не палит тем более унул и так дел дохуище на миде крипы прямо уже под башней да смотри разложит просто но и разложит там буквально за несколько секунд оп 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 проходит димка сян с ддшкой в инвизии тут ловят всю команду противников димка сяну акции от заявил как она есть не у него блин как не у него нет ни у него нет ни у него нет ни у него ни у него он выгодил он выгодился но тут убивают баунти хантера да ну все равно троих забрали гормогу дробить кстати большого слинял на самом деле раздавал наукса аэгис и тут смотрите ловят ловят смотри возвращается самая кстати не самое выгодное решение был дать нуксу аэгис с другой стороны у тимка сяна слотов просто не костяна нет слотов да что ему надо было выкинуть кристаллист что ну он сейчас его поможем тайдолл соберет ну вот именно куда ему аэгис по центру сейчас пойдет димка ся наверное ну и наверное это финальный пуш если они нет 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 они решили по страны если сейчас ну вот обьется и убьет димка сяна у него вы куда нет будет не такой не такой большой перевес три килла как бы чтобы да если димка сяна сейчас ну убьет то это будет победа со стороны ну нет не факт минуту почти в два раза больше чем у догоняющий его да и крипов добит в два раза больше 231 добитый крип да и уровень у него 21 против 16 мы им восхищаемся на деле там 12-летний школьник отвратительный тогда именно а прикинь короче а прикинь это на самом деле телка и она притворялась парнем у него типа очень тогда бы ее звали малиев тогда тогда бы нет 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 ты не понимаешь типа нет ты не понимаешь она короче очень хорошо играет в доту но у нее такая типа трагедия ты смотрел мулан как она блять мужика переодевалась и типа никто не принимал всерьез и она взяла себе ник димка сян потому что он не женский отличный момент для того чтобы приостановить игру да 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 потому что это не женское имя и она играет говорит своим высоким голосом просто говорит что ей 12 лет и она школьник типа и поэтому у нее такой высокий голос на самом деле это телка которая скрывает и в конце турнира она откроет свое истинное лицо и отсосет мне нет не так будет нет нет я думаю даже если 12-летний парень он все равно не отсосит тебе кто знает кто знает хотя я вообще я бы может и трахнул кого-нибудь тёлку там не знаю 16 лет это но я теперь параноидально боюсь того что тесак нет чувак тесак на телок не ловит он сам говорю нет пару раз ловил один раз был был один раз будете 2 я вообще ничего страшного не вижу в том чтобы трахнуть например 13-летнюю и бред как и мы молчали сейчас максим это все это все он говорит мы не таком вроде как почему опять пауза блять ну мамка зала поезды подожди ты юрчит и какой нервы тактику чертят да блять они тактика хуяктика что за херня сейчас скайпе такие были паузу ставить от как skype проблем проблеме не доволен я организации кубка раков я думаю что надо организовывать чемпионат снг папа раку или что это на самом деле шутка но люди которые любят футбол поймут думаешь они смотрят чемпионат не просто там зенита обидели они теперь короче хотят чемпионат снг замутить разве зенит отдельно хочет нет с хохлами просто объединиться мы теперь будем и белорусами их пахтокор будет стриглю будем пахтокором смеяться нельзя это нехорошо них мама умерла вся команда умерла считается что да неприлично смеяться над пахтокором ярославским локомотивом киевским динамо а что с динамо-то киев случилось ничего я знаю конечно что локомотив ярославль они сыграли в летчика блять но что с пахтокором они столкнулись столкнулись гим самолетом ой ты прикинь как как можно столкнуться двум самолетом вот они летают и в воздухе много места я думаю для самолетов да 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 логично алах иисус и все остальные то блин два самолета то должны были разойтись мне кажется они просто не хотели уступать друг другу место типа я вот я вот тут плечо может нет я тут плечу и можно чем самая глупая авиакатастрофка который я слышал это когда летчик дал своему сыну порулить самолетом и там кто-то тоже известный разбился в общем от школьник сразу взял и решил нагнуть видимо самолет смотри 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 забежали сзади нихуя себе а нет я перепутал это их база да я блять во время все юри кажется что сзади забегают очень смешно ну что сейчас я так полагаю будет финальный замес потому что какой же у тени дамаг потрясающий а я просто смотрю он с учетом его дайдалуса кстати дайдалус да смотри тени обходит обходит роскошный при вас даже скиллов просто бьет на гигантском башни разлетается это правильно я понимаю что он сейчас бьет обычная атака без скиллов то есть он включает на скулф мэднес но это что быстрее бить от у него видимо ну да какой-нибудь шмот на разгон атаки я просто но это и есть мэсков мэднес с красным который 304 плюс 156 460 дамаги блять ну и хоро плюс ты даус каждый четвертый удар смотри все два раза ёбнул блять погоди критический урон подняли что ли смотри 270 процентов вместо 200 на миде на миде на миде замес пытаются забрать не руба заберут заберут не рубали широка забрали ай-яй-яй зря оставил зря оставил так как так 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 врывается а врусян одного удара все это последний замес был кидай сейчас кинет команде и кинет он даже кидает не проносит башню нет не достал чуточку чуточку бх не хватило дамага добить оп 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 мне кажется у нула есть шанс выиграть во второй игре потому что они будут просто но я бы на их месте просто держал бы димкасяна все время но согласитесь от просто один игрок решила да и его очень просто можно контрить ну то есть узнать где он качается он в отличие от ванамаста затащил хотя вот сейчас сейчас да нет но даже если вой догонит он ему ничего не сделает чувак но надо вернуть еще и хп как бы дарская количество в следующей игре какой мастер-класс он покажет я думаю обновил мастер-класс от димкасяна просто бы держал димкасяна и не давал бы ему качаться с самого начала игры я не знаю почему они так не делают потому что это реально один игрок который тащит всю команду но сейчас они подслушают трансляции как раз через две минуты с другой стороны мы об этом с другой стороны димкасян димкасяном а в целом то игроки смотри вот сейчас попробую особенный шаг потому что я не знаю я пытаюсь нет 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 все тут уже никого не убьют может быть убьют димкасян не убьют потому что не ваша доля листья она сейчас шмальнет но она не попала просто ее забрать но она вслепую стреляла что ты хочешь минус варка и еще один враг так миттера из них одни пара и костяну осталось только наверно собрать это кстати прекратите хвалить димкасян она я помню писали в комментариях типа перестаньте так сильно хвалить игроков почему сглазь мы же не судьи мы комментаторы как бы почему нам нельзя выражать какие то есть как бы одно дело судьи должны быть беспристрастными когда какой гусев комментирует матч россия там англия он же не скрывает того что симпатизирует каким-то определенным игрокам или это и говорить там типа вот молодец там какой киржак в принципе я в принципе хочу сказать по этому поводу то что у нас есть ужасные комментаторы типа геннадия орлова но смысл не в этом я например изначально хотел поддерживать только дед тото по моему из этих блять или кто там блять юрод слышал хоть один комментарий от орлова от кого от орлова нет конечно же но я слышал но ты знаешь что он от этого карамбов по моему ничего хуже быть в принципе не может даже молчать был бы орлов карамбов просто будет обидно что если мы не дожди орлов это не карамбовский хуесос чувак это газпромовский хуесос будет обидно если мы сглазим реально димка сяну он знаешь там сегодня победит да и покажет у меня мама вызовет врача и у него там рак яичко просто прикиньте насколько ты иронично чувак выиграл куб кубок раков а потом на следующий день у него матери в рак не у матери ты чё совсем что у него самого рак нет чувак это уже вообще блять шутка за грани даже на я думаю юра согласится что это полный пиздец чувак вообще что ёбка я я желаю людям рака но не их матерям обычно ну хорошо желаю желаю но иногда если человек этого заслужил например мы не знаем и мы не мы не знаем мы не знаем кто дети мизулины но их лопаш без всякого сомнения смотри что готовят до допущен мид или до консент сейчас мне кажется комиксы заберут миксы заберут забрали все отходит а нет не забрали прикинь не забрали ушел никс сорока хп как он ушел ты его этот что ли shadow demon подстраховал кто микс не заключил свой третий у нас врачи и строки отношения врачи он забил дима косян неудержим да но но даже не могут выйти нет все разрушают башню я думаю чаще его могут заберут он зря я пошел по очереди рождество 16 золота справа будет они уже знал нет ничего большого счета кандидата мама дешевых стоят я не понимаю потому что смотри на время что это поливом дорого выкуп он взял себе масса она очень много денег недорого здесь я написано 616 он выкупился за 616 золото не знаю почему так дешево то а он умирал всего один раз перед этим нихуя себе он купил себе манту заменил что он заменил мидас на манту теперь его будет построю просто потрясающе но с другой стороны аспид как бы уменьшился может быть это как повлиять я не чок теперь у него будет три его да 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 это вообще жесть какая-то терему вообще команда не нужна более того смотри реально специально слился нет не думаю что он специально ты слишком глубоко копаешь или один готов и остались казармы дальнего боя по боту и топовый все замес опять никс пытается забрать сало пролетиане ходе на сахарского удара кивнул ебал хороший смотри щас застанет смотри купол купол наверное будет нет ну ладно я помню я помню такую доминацию в последний раз видел когда в линейку в c4 играл там некромансер мог вот так вот тащить то есть просто буйство салет рэм бремпать второй раз мы видим буйство под фонтаном буйство под фонтаном ну от того же игрока кстати говоря отверстие почему димкосян постоянно пишет про какого-то чингиса не помню мы его в интервью наверное чингис у нас будет интервью с димкосяном не знаю если не западло будет ха 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 ну все будем надеяться на второе думаю сейчас думаю Ти не забанят насколько я понимаю WP это well played хорошая игра даже враги признают и собственно говоря ждем второго раунда второго раунда а спонсор показа www.pvlvl.ru pvlvl.ru ключи активации к играм золото диабло 3 адена и многое другое